Практика проведения мероприятий и принятия мер, направленных на популяризацию инфраструктуры электронного правительства. Таким образом была сформулирована тема совещания, которую руководство Департамента информационных технологий и связи автономного округа провело сегодня в режиме видеоконференцсвязи. Электронный документооборот, который почему-то называется электронным правительством, это одно дело, а меры, направленные на популяризацию его инфраструктуры, немного другое. И оцениваются они по-разному. По уровню информатизации и возможности предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, Ямал находится в числе лидеров среди субъектов федерации. А вот по результатам самообследования и исполнения методических рекомендаций Минсвязи России по популяризации предоставлений этих услуг в так называемой «красной зоне». Что касается города Лыбытнанги, здесь оценки такой популяризации также невысоки. Рекомендации Минсвязи поступили в конце минувшего года. Возможно, многие специалисты в учреждениях муниципальных изучили данные методические рекомендации. Запрос поступил к нам в срочном порядке, требовались очень сжатые сроки для ответов. Поэтому оценили себя, возможно, неудовлетворительно только по этой причине. Директор Департамента информационных технологий и связи посоветовал на низкую самооценку в ряде муниципалитетов и попросил привести результаты самообследования в соответствии с рекомендациями Минсвязи. Все информационные материалы на сайтах, информационные ролики, плакаты, постеры и прочая продукция также должны им соответствовать. В этом направлении и ведется сейчас работа популяризации. Ну а главная задача развития самой инфраструктуры электронного правительства заключается в том, чтобы в текущем году поднять долю граждан Ямал-Нинского автономного округа, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде до 50%. В Лубитнангах сейчас этот показатель доходит до 46%. Продолжение следует...